Привет всем! Чемпионат мира по гонкам на выносливость набирает обороты. Казалось бы, только что закончился первый этап нового сезона в Сильверстоуне. Но вот мы уже в Бельгии вместе с российской командой G-Drive Racing, где пройдет вторая гонка этого сезона. На легендарном и самом живописном гоночном треке Европы. СПА Франкаршамп. После двойной победы в британском Сильверстоуне наша команда приехала в Бельгию в отличном расположении духа. Инженеры и механики достигли прогресса в работе с болидом лежье, машина быстра, а оба экипажа в хорошей форме. Первый тренировочный день в СПА оказался дождливым. В Варденах такое случается часто, погода здесь переменчива. Подробно о ходе тренировок и квалификации мы уже рассказывали в нашем традиционном выпуске перед стартом. Чтобы сохранить технику под дождем, пилоты G-Drive Racing решили не рисковать. Кроме того, прогноз обещал квалификацию и гонку на сухой трассе. И поэтому изначально машины готовили именно для этих условий. На бельгийском этапе к участникам категории LMP2, выступающим в чемпионате мира на постоянной основе, добавились команды, которые намерены выйти на старт предстоящей гонки в Лимане. В борьбе за полупозицию главными соперниками нашей команды стал коллектив KCMG из Гонконга. Уже на первом этапе было понятно, что у них большой потенциал, а их новый прототип Orica 05 по чистой скорости может соперничать с Лежье G-Drive Racing. В FIAVEC учитывается статус, или если так можно выразиться, ранг гонщиков. Он высчитывается из опыта и достижений пилотов на международной арене. С этого сезона статус гонщиков играет более важную роль. В категории LMP2 в каждом экипаже один из трех гонщиков должен иметь статус не выше серебряного. В экипаже под номером 26 уровень Silver у Жульена Каналя. И именно он по новым правилам должен выступать во всех квалификациях. Каналь отлично справился со своей задачей и на пару с Сэмом Бёрдом заработал для нашей команды второй полпозицион в сезон. Гонку в составе экипажа номер 26 команды G-Drive Racing начнет Сэм Бёрд. Затем эстафету примут Роман Русинов и Жульен Каналь. Второй экипаж G-Drive Racing под номером 28 квалифицировался четвертым, но из-за дисквалификации KCMG отправится в бой с третьего места. Начало гонки для нашей команды получилось скомканно. Бёрд неудачно стартовал и откатился на третью позицию, а Дерани опустился на пятую. Правда, пилоты G-Drive Racing отыграли отставание уже к концу первого часа. Главным соперником нашей команды в гонке стал экипаж Yota Sport под номером 38. Новый прототип Gibson оказался отлично приспособленным к этой трассе и позволял экономить резину. В итоге трио Dolan Evans Tinknell смогло вырваться в лидеры, даже несмотря на то, что в самом начале дистанции им пришлось заехать на стоп-эн-гоу из-за фолькстарта. Вторым за руль машины G-Drive Racing под номером 26 сел Жульен Каналь. Его смена получилась непростой. Износ резинов SPA оказался слишком высоким, и француз не смог удержать лидерство. На экваторе гонки эстафета переходит к Роману Русинову, и он начинает сокращать отставание от экипажа Yota Sport. На пятом часу гонки автомобиль под номером 26 заезжает на очередной пидстоп. Романа сменяет Сэмбёрд. Ну что, сейчас проделали неплохую работу, была небольшая заминка на третьем пидстопе, поэтому сейчас приходилось ехать нож к горлу, и приходилось идти на очень большой риск, обгонял Феррари по газону. Но еще два с половиной, полтора часа гонки, и посмотрим, что будет. В принципе, сейчас все хорошо. Но, к сожалению, сразу после пидстопа начались механические проблемы. Сэмбёрд самостоятельно вернулся в бокс, и уже здесь стало понятно, что проблемы с двигателем. Причем, только что закончился совет механиков и инженеров, и было принято решение поменять мотор прямо по ходу вон. Механики начали разбирать машину и снимать двигатель, но вскоре стало понятно. Достаточно привести в чувство поврежденный мотор и вернуться на трассу. Мы сейчас выкачали лишнее масло, которое попало в цилиндры. Соответственно, сейчас осталось четыре цилиндра рабочих, а остальные четыре нерабочие на восполке. Поэтому сейчас нужно просто проехать один круг. Если сможем проехать, то получим два очка, что, в принципе, неплохо для чемпионата. Но, как я говорил, есть риск воспламенения всей конструкции. Несмотря на потерянное время, продолжить гонку было крайне важно. Уже пройденной на тот момент дистанции хватало для того, чтобы судьи засчитали нашей команде финиш. Но плюс к этому нужно было вернуть машину на трассу к самому концу гонки. Для экипажа под номером 28 гонка сложилась более удачно. Дерани, Гонсалес и Екоман смогли избежать проблем и финишировать на втором месте в классе с уверенным отрывом от ближайших преследователей – команды Сарт-Маран. Гонка была очень трудной. Машина действительно сложно управлялась, но хочется сказать, что команда проделала отличную работу по подготовке к гонке. И, конечно, я очень расстроен тем, что случилось с нашими напарниками. Но мы одна большая семья и поддерживаем друг друга. Они провели великолепную гонку, и, конечно, хотелось разделить подиум с ними. Победителем бельгийской гонки в LMP-2 стала команда «Йота Спорт». После схода 26-го экипажа G-Drive Racing у британцев в борьбе за первое место попросту не осталось конкурентов. Бельгийский этап закончился для нашей команды неоднозначно. С одной стороны, технические проблемы с автомобилем под номером 26, а с другой – второе место в категории LMP-2 экипажа под номером 28. Мы увидимся с вами на третьем этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость и главном старте этого сезона – гонки «Лиман-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин